Всем привет! Сегодня я вам хотела показать, как сделать обычный классический набор петель. Берем короткий краешек, зажимаем его в ладошки. Затем одеваем на большой палец, указательный, и возвращаем в ладошку. То есть делаем вот такой вот треугольничек. Затем вот этот короткий краешек пряжи нашей натягиваем, для того, чтобы у нас этой пряжей набрать количество нам нужной петель. Если вам нужно небольшое количество петель, то берете в два раза длиннее ниточку. Если длинная, соответственно, подлиннее. Натягиваете ниточку вокруг двух пальчиков, возвращаете в ладошку. И теперь берем две спицы, с верхней, я так скажу вам, пружиночки вот этой, с верхней возвращаемся в нижнюю, в образовавшуюся петелечку, вот, пальчики. Захватываете верхнюю, возвращаетесь в пальчик. И еще раз покажу. Вот у вас натянутая ниточка. Вверх заводите спицы, возвращаетесь вниз в образовавшуюся петельку возле пальчика. Заводите, захватываете верхнюю, возвращаетесь в пальчик. Теперь, снова вниз, так скажем, вот это у вас уже пружинка. Вниз, пальчик, захватываете верхнюю, возвращаетесь в пальчик. Вниз, пальчик, верхнюю захватываете, возвращаетесь в пальчик. Снова пальчик, вверх захватываете, возвращаетесь. Снова пальчик, захватываете, возвращаетесь в пальчик. Пальчик захватываете, возвращаетесь и немножечко подтягиваете, не забывайте, для того, чтобы у вас здесь красиво ложилась такая ровненькая косичка. Снова пальчик вверх выводите, пальчик вверх выводите, пальчик вверх выводите, пальчик захватываете выводите. Вот таким обычным способом классическим можно набрать петельки и уже вы смотрите, сколько петелек вам нужно для вашего узора, столько набираете, а затем приступаете к самому вязанию. Я обычно дам небольшой совет по своему личному опыту. Я обычно набираю вот эти две первоначальные петельки, я вам сейчас покажу. Вот опять снова делаете наш треугольничек, короткую ниточку к себе. И смотрите, я обычно первые две петельки наши начальные набираю на одну спицу, а затем затягиваю и приставляю вторую. Продолжаю набирать на двух спицах, то есть пальчик забираете в пальчик, пальчик захватываете обратно в пальчик, с пальчика в пальчик, вот так вот. Почему я набираю первоначальные две петельки на одну спицу? Для того, чтобы у нас был не потянутый край. Я вам в каждом видео это напоминаю в своих видео уроках, но здесь именно непосредственно я вам хочу сказать, что старайтесь всегда набирать петельки с одной спицы. Нигде этого совета я, честно говоря, не слышала, но из своего личного опыта могу сказать, то что если вы наберете вот так петельки, у вас краешек будет не растянутый и красивый такой плавненький. Если же вы набираете сразу на две спицы, как я вам показала в первый раз обычным классическим способом, то вот эта крайняя петелька у вас в принципе будет такой растянутый большой вид имеет. Поэтому вот такую небольшую заметочку сделайте себе, что при наборе петелек набираете две первые на одну спицу, затем приставляете и продолжаете набор двумя спицами. То есть вот таким обычным классическим способом, очень легким, набрать можно петельки для шарфика, для шапочки, для свитера, буловера, носочка. В общем, вот такой обычный легкий способ набора петелек. Если вам помогло и понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!